Приветствую друзья! Продолжаю разбираться в теме лазерных гравюров и новое видео будет посвящено достаточно интересному аксессуару. Это у нас идет поворотная ось для лазерного гравюра фирма Scalp Fun, модель RA Pro Max. И я бы сказал, что это своего рода мультитул в мире поворотных осей, так как тут у нас четыре инструмента в одном, тут у нас и зажимной кулак, и поворотные ролики, плюс два вида поддержек для заготовок. С подобным девайсом я сталкивался единожды, я тестировал лазерный гравюр фирмы Creality, и у них была похожая поворотная ось, ну чуть гораздо бедной оснасткой, тут же у нас прям вот действительно какой-то мультитул. В этом видео расскажу вам, как настроить этот девайс, посмотрим на что он способен, сделаем с вами различные тесты, также нам будет в помощь инфракрасный лазер. С подобным типом лазера я уже сталкивался, в принципе представляю на что он способен, но будет достаточно интересно посмотреть на работу этих девайсов в тандеме. Понимаю, что лазерная тематика достаточно узконаправленная, немногим она будет интересна, ну а кому интересно, пожалуйста, оставайтесь на канале и давайте начинать. Быстренько пробежимся по комплектации поворотной оси, для фиксации заготовок у нас есть три варианта крепления, это своего рода поворотные пальцы подойдут для крепления каких-то колец, браслетов, окружностей, вот, либо же два варианта, крепления губок. Одни губки у нас идут ступенчатые, вторые же прямые. Также в комплекте идет два варианта поддержки для заготовок. Одна для длинных заготовок, а вторая для более коротких заготовок. В комплекте с лазерным модулем идет свой блок питания на 120 ватт провода для подключения, а также три отпетные планки для фиксации лазерного модуля на корпусе гравера. Что мне понравилось в этих девайсах, то что они полностью совместимы со всей линейкой граверов фирмы Scalfon. Вам достаточно будет выбрать просто крепление под ваш гравер, подобрать провод и все. Лазерный модуль готов к работе. Для работы с поворотной осью придется поднять корпус гравера. Для этого буду использовать комплектные ножки, чтобы наша поворотная ось сюда влезла. Для других же граверов в комплекте идет вот такой набор ножек. То есть вы можете приподнять свой гравер на нужную вам высоту. Чтобы подключить поворотную ось нам надо отсоединить мотор осей Y и на его место с помощью комплектного кабеля, он достаточно длинный. Мы подключаем нашу поворотную ось. После того как мы подключили поворотную ось, нам нужно ее выставить параллельно оси X. Я же делаю это так, подгоняю лазеры вплотную и вот тут у нее плоская часть, я их совмещаю. Затем приподнимаю лазер. Все, теперь главное ось не трогать. Ось у нас параллельно оси X стоит. Настроить поворотную ось достаточно просто. В комплекте шла вот такая инструкция. Тут в принципе все по шагам прям расписано. Единственное, что инструкция на английском. Если не знаете английский, ну можете просто программу перевести на время на английский язык, а дальше просто по картинкам следуйте, как тут все указано. Вот. Я пользуюсь программой Lightburn, поэтому в ней буду и настраивать, но также есть настройки и для LaserJRBL. Один маленький совет. Перед включением лазера сделайте вот эту штуку, зайдите в настройки лазера, ну тут мы все пролистываем, и отключите Auto Home, чтобы лазер не возвращался в положение дом. Иначе у вас получится вот это. Ну давайте быстренько пробежимся с вами. Заходим в Laser Tools, Rotary Setup. Выбираем либо зажимной кулак, либо поворотные ролики. Ну допустим я сейчас буду использовать зажимной кулак. Выбираем Chump. Дальше Enable Rotary. В настройках нам надо переписать параметры, которые нам тут показывают. Пишем 128. Тут мы должны измерить нашу окружность сантиметром, которая входит в комплект. Ну когда измерите окружность, сюда ее запишите. Нажимаете ОК. Далее заходим в настройки. Show Rotary Enable on Main Window. Нажимаем ОК. Здесь должна была появиться кнопка включения. Ее не появилось. Ничего страшного. Закрываем Lightburn. Запускаем еще раз. И вот кнопка у меня уже появилась. Все. Ну что, давайте попробуем что-нибудь награвировать. Для начала возьмем вот такую деревяшку. В принципе можно было бы воспользоваться штангенциркулем. И снять ее диаметр. Но как вы видите, если я ее начну проворачивать тихонько, значение у нас скачет. И деревяшка у нас не однородная полностью. И если бы мы взяли какое-то среднее значение, то вполне возможно рисунок у нас бы не сошелся. Для этого измерим окружность при помощи вот такого вот сантиметра. Он идет в комплекте. Так, ну это делать, конечно, не очень удобно. Так, сколько у нас тут получается? 9. 9 сантиметров. И 2 миллиметра. 9,2. Так, теперь нам надо ввести эти значения. Опять заходим в Rotary Setup. И вот здесь вот мы выносим 92 миллиметра. Он пересчитал нашу окружность. Сделаем 29 миллиметров. Нажимаем ОК. Теперь нам надо будет делать рисунок ровненько на 92 миллиметра. И тогда будем надеяться, что у нас все сойдется. Сейчас делаем первый тест. Итак, заготовку я установил. Использую роликовый штатив. Фокус на расстоянии я уже выставил. И последнее надо убедиться то, что лазер у нас будет параллелен нашей заготовке. Вот для этого использую комплектный уровень. Он шел в комплекте с вращающейся направляющей. Проверяем уровень здесь. И на заготовке. Уровни у нас одинаковые. Заготовки выставлены параллельно. Хочу попробовать сделать сетку. Достаточно сложный рисунок. Очень интересно, сойдутся ли у нас вершины этих квадратиков. Ну, давайте посмотрим. Так, зайдем в Rotary Tool. Возьмем окружность, которую мы измерили. И теперь нам надо ее вставить вот сюда. В высоту нашей детали. Вставляйся. Так, все. Рисунок у нас готов. Так, убеждаемся, что лазер у нас выставлен по центру заготовки. Ну, это достаточно сложно, конечно, сделать на глаз. Ну, хотя бы где-то приблизительно, да? Вроде ровно. Субтитры подогнал «Симон». ну давайте посмотрим что у меня получилось для начала вот вам сеточка найдите где тут начало где конец рисунок сошелся по моему идеально также нарисовал такой тотемный столбик рисунок также сошелся вот прям крыло в крыло но вот здесь вот я допустил ошибку запустил печать а у меня стояли настройки для инфракрасного лазера 800 строк на дюйм для синего же диодного лазера мощностью 40 ватт максимум 200 все четыре строчки на дюйм вот и она начала мне тут прям выжигать и остановил работу но к сожалению не получилось вернуться в ту же самую точку поэтому у меня пошло небольшое смещение но в целом очень даже интересный результат получился так пока я не поменял синий диодный лазер давайте попробуем еще одну штуку у этой поворотной оси есть еще одна функция она может регулировать угол наклона то есть вот пример у нас есть конусная чашка если мы его здесь зафиксируем увидите да как угол уходит вниз то есть гравировка здесь скорее всего уже будет в расфокусе либо там будут толстые линии либо вообще на поплывет чтобы от этого избавиться мы должны приподнять нашу заготовку и сделать ее параллельно лазеру других моделях можно было просто подкладывать какие-то штучки да чтобы физически поднять получается всю опору здесь же мы сможем приподнять этот угол чтобы это сделать нам надо снять вот эти ролики и тогда у нас разблокируется функция подъема вот этой оси кстати о роликах ролики можно менять местами к примеру если нам нужно сюда положить какую-то узкую заготовку пускай будет ручка карандаш мы снизу откручиваем крепление вот этого ролика достаем его и переставляем поближе так давай вставляйся вот так вот он вставляется сюда и потом фиксируем его снимаем их и теперь у нас можно освободить вот эту штуку все теперь мы сможем регулировать угол наклона нам надо будет приподнять на определенный угол с этой стороны фиксационный такой барашек его затягиваем чтобы у нас угол не сбился и теперь нам нужно выстоять уровень опустили фиксатор затянули друзья не знаю чего сделана эта кружка вроде бы похоже на бамбук но она категорически отказывалась гравироваться этот синий диодный лазер плюс я тут накосячил с размерами и стала размера с предыдущей заготовки она и растянула на значительно большее поле здесь же уже с размерами все хорошо здесь был инфракрасный лазер вот но материал какой-то странный вообще не поддается так сейчас хочу нанести гравировку на сверло это у меня сверло на 13 миллиметров буду использовать эти вращающиеся ролики ролики как видите я поставил поближе так у меня сверло не проваливается вот ну и давайте сейчас посмотрим как инфракрасный лазер отпечатает у нас по стали так сейчас мы сделаем такую гравировку но перед тем как мы начнем надо не забыть нам поменять данные во первых не переключаемся на ролик вот эти вот значения мы выставляем из инструкции 32 20 диаметр сверла я уже измерил занес нажимаем ok и дальше еще один важный пункт нам надо зайти в машин с этим опустимся вниз вот эта вкладка будет скрыта нажимаете output setup и находим y direction pin invert у вас она будет включена как true нам его надо поменять на false делаем right и сохраняем так ну что у нас получилось ох по моему шикарный результат такую надпись полуметра разглядишь да не сравнить вот этой вот чеканкой 13 миллиметров надо наверно на остальные сверла себе нанести намного проще вот реально так раз взял посмотрел 13 миллиметров хотя бы просто цифрами продублировать классный результат так на очереди у меня полипропиленовая труба инфракрасный лазер самое главное не забывайте снять размеры и забить их в программу давайте посмотрим что получится и вот результат печати по пропиленовой трубе изначально я подумал что это эти две горизонтальные линии какой-то бак печати открыл исходный файл посмотрел нет эти две линии есть все нормально китай напечатал 800 строк на дюйм эти треугольнички 400 строк на дюйм дистализация очень хорошая ну и сейчас попробуем погравировать драг металла это у меня золотое кольцо это здесь были пробы это серебряное кольцо и это две еще бижутерии сначала потренируюсь на бижутерии а затем попробую уже и драг металл и вот так гравировка выглядит после очистки смотрите насколько высокая детализация видна каждая линия 2 отпечатка пальца следить единое сердце ну что продолжаем сейчас будет на очереди золотое кольцо и вот такая замечательная пчелка у меня получилось рисунок очень четкий контрастный в прошлом ролике про инфракрасный лазер у меня спрашивали как он печатает на золоте и серебре ну вот вам ребята и ответ вот так вот они выглядят без приближения ну и вот результат гравировки серебра рисунок очень четкий но позиционировать вот такие мелкие детали достаточно сложно там буквально миллиметры ты вымеряешь на третьими немножко надпись ушла вниз еще попробовал сделать гравировку на внутренней стороне кольца достаточно сложно у меня не получилось ее отцентровать прям по центру кольца и линза лазера она фактически цепляла вот вверх то есть максимум куда я смог отодвинуть рисунок получилось вот так вот плюс вы увидите что пчелка ужалась ну и друзья напоследок просто забавы ради небольшой эксперимент посмотрим что из этого получится друзья не думал что так получится но результат потрясный очень клево получилось но запах стоял ужасный все равно что кожу палишь на следующую пасху все бабки обзавидуются ну что друзья буду заканчивать свой обзор вроде бы вам все показал рассказал как подключать кое-что мы даже попытались с вами сделать конечно же не все материалы протестировали но у меня вот есть отдельный ролик про инфракрасный лазер так что можете перейти посмотреть на что способны лазеры данного типа вот надеюсь ролик был информативен возможно кому-то даже полезен вот но с вами увидимся в новых роликах всем спасибо за просмотр и до новых встреч